друзья всем огромный привет в этом видео вам покажу как я буду менять ролик натяжителя на двигателя bfq конкретно в моем случае это audi a3 2003 года выпуска и вот собственно говоря у нас натяжитель ремня вспомогательного оборудования то есть получается находится он там же где генератор то есть вот у нас генератор под ним находится вот там он компрессор кондиционера а еще ниже насос гидроусилителя то есть получается что у нас какая проблема то есть этот ролик на натяжители он у нас начал немножко так звенеть ну похоже у него просто там подшипник уже износился и это самая типичная проблема то есть вот далее вот этот патрубок который идет от бачка охладительной жидкости мы его немножко сместили то есть было здесь одно крепление я его снял и вот туда вот засунул чтобы он нам не мешался теперь берем рожковый ключ как я понимаю на 17 здесь отлично подходит и вот так вот мы можем сейчас уже немножко разжать сам натяжитель но при этом нужно еще вот сюда вот есть пазик там специальный в этих вот плоскостях вставим какой-либо гвоздик ну толщиной например два целых пять десятых миллиметра ну или шурупик какой-нибудь длинный вот так все это получается выглядит сейчас сам натяжитель крепится на трех болтах которые находятся вот там он вот снизу получается но их легко найти достаточно вот так получается я заблокировал сам натяжитель то есть штырь такой железный он правда согнулся вставил вот оттуда уже достал первый болт с этой стороны и придется также похоже снять гайку с этой стороны вот она такая вот ну то есть и вот эта железяка она сейчас уже болтается кронштейн теперь снимаем дальний вот там он который виден и уже потом только нижней когда вот это железка уже будет снята так кронштейн вот этот спереди я уже снял и остался вот этот вот болт только лишь на 13 который он уже держит вот получается сам натяжитель только последний остался и сейчас нужно осторожно чтобы ремень не соскочил поэтому снимаем все предельно аккуратно так как ремень у нас поменен а натяжитель оставили старый предыдущий владелец ну на сервисе где менял ну вот получается сам натяжитель я снял то есть вот у нас пружина здесь снизу а здесь у нас сам ролик и слышно даже что ролик имеет люфт и неприятный шум в обеи стороны вот то есть получается сейчас берем торкс на сороковку и вот этот болт откручиваем чтобы освободить ролик но для начала желательно с другой стороны резьбу немножко смазать чтобы просто не повредить этот болт так как запасного у меня в комплекте нету вот получается таким вот большим торкс ключом снял я этот болт чашечку чистим металлической щеточкой вот снял ролик просто положил на пол уперся ногой заблокировал ролик и открутил то есть ролик он вот так вот вставал вот сейчас здесь также все чистим вот получается ролик действительно сильно загрязнен но и уже конечно у него подшипник как мы слышали не в идеальном состоянии пусть он и крутится но он уже начинает греметь иногда особенно зависит от погодных условий вот у нас уже новый ролик от компании optimal вот видите audi skoda volkswagen и получается сейчас мы будем ставить его на место старого то есть оставим старый болт старую шайбочку ну точнее в эту чашечку и просто один лишь ролик поменяем стоил недорого по моему что-то около то ли четырех то ли пяти евро вот то есть вот так он выглядит но старый у нас вот как есть представим также как и стоял старый ну вот новый ролик я уже установил проверяю что он не люфтит и нигде не задевает ничего то есть он конечно не так свободно крутится так как смазка у нас новая но тем не менее он очень тихий вот кстати на старом видите уже канавки проелись от ремня то есть его по-любому надо было менять вот ну слышно что там люфт прям реально слышно вот все то есть старому действительно была хана теперь я уже затянул его осталось только лишь моментом на 25 поставить вот эти крепежные длинные болты вот то есть поставил сперва на один болт моментом уже затянул получается теперь ставим вот эту вот железяку и уже фиксируем ее двумя болтами здесь я не знаю как подобраться ключом динамометрическим поэтому посмотрим но в любом случае хотя бы один болт у нас точно затянут на 25 чеку я уже удалил ну и вот получается ремень ручейки стоят там где и надо то есть проверяем просто что на каждом шкифе они все стоят правильно вот ролик там и шкиф коленвала генератора и так далее но здесь все вроде все вроде правильно поэтому можно запускать двигатель